МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Межрегиональный канал поставки наркотических средств на территорию Верхневолжья был пресечен Управлением Федеральной службы безопасности РФ по Тверской области во взаимодействии с региональным управлением ГИБДД. Нуриев и Зайцев задержаны 21 декабря 2018 года в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в момент перегрузки наркотических средств из тайника в автомобиль. Из незаконного оборота изъята целая партия зелья. 15 килограммов мифедрона. Предполагаемая стоимость изъятого из незаконного оборота наркотика превысила 22 миллиона рублей. Следственным подразделением УФСБ России по Тверской области расследовано уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228 Уголовного кодекса России покушение на сбыт наркотических средств. 30 января Пролетарским районным судом города Твери вынесен обвинительный приговор. Приговором Пролетарского районного суда города Твери от 30 января 2020 года жители Московской области признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 30, части 5 статьи 228 прим. 1 УК РФ. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет 6 месяцев со штрафом в размере 50 тысяч рублей каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. Мы очень рады вас приветствовать и горды тем, что мы можем вас пригласить в самое-самое сердце скорой помощи. В минувшее воскресенье в присутствии представителей общественной палаты Тверской области и детей сотрудников станции скорой медицинской помощи состоялось неформальное открытие единого диспетчерского центра скорой неотложной медицинской помощи. В течение последнего года, прошлого года, этого года, происходят значительные изменения в работе экстренной службы скорой медицинской помощи Тверской области. В соответствии с поручениями губернатора создан этот единый диспетчерский центр, который начал работу с 1 сентября прошлого года в тестовом режиме. Мы пока работаем и принимаем вызовы для нашего города и Калининского района, но уже очень скоро мы начнем работать для всей нашей большой Тверской области. И все-все-все вызовы скорой помощи, когда звонят люди на номер 03 или на номер 112, они будут попадать сюда. Сейчас в здании центра заканчивается ремонт. Отдельный симуляционный центр с огромной настоящей машиной скорой медицинской помощи, где можно будет вживую отрабатывать практические навыки. Современной комнатой психологической разгрузки и визуализации на всех автомобилей скорой помощи на большой карте. А вот и центральный зал центра. Квалифицированные диспетчеры получают звонки со всей областной столицы. Один из таких звонков поступил и от самих маленьких гостей скорой. Звонок условный, чтобы наглядно показать, что происходит дальше. Диспетчер приняла ваш вызов. Диспетчер все это регистрирует. И адрес автоматически переходит у нас к другим сотрудникам, которые занимаются раздачей вызовов по свободным бригадам скорой медицинской помощи. Получая вызов, бригада скорой помощи учится на всех парах помогать кому-то из наших родственников, либо нам самим. Такие экскурсии для школьников Твери здесь проводят с декабря прошлого года. Кроме экскурсии, специалисты проводят мастер-классы, чтобы все дети смогли поучаствовать в рабочем процессе. Кто-то исполняет роль диспетчера и принимает условный вызов. Кто-то накладывает шину, укладывает пациентов на носилки. Вот и на этот раз дети на себе испытали обязательный атрибут каждой кареты скорой – вакуумный матрас. Можно и вот так вот взять и поднимать. Да, и вот так вот и возьми. Вот за эти ручки, вот так возьмем, да? Да, вот и больно. Били страшно. Насколько помогает он вам? Он очень помогает, потому что этим матрасом можно смоделировать любую ситуацию и человека взять, то есть придать настолько удобное положение и смоделировать им форму и положить на носилки, и довести человека без боли. В это же воскресенье вышли на линию две новых машины скорой помощи. С оснащением автомобилей могли познакомиться не только экскурсанты, но и все жители города. Блестящие новизной с красными бантами скорой привлекли внимание многих. Это реанимационная машина, класс С, автомобиль скорой медицинской помощи, которая оснащена по первому слову техники. И второй автомобиль – это класс Б, который мы дарим детям. Мы его обозначили как детское. Теперь, я думаю, что водители и люди в городе, ну, может быть, побольше станут уважать автомобили скорой медицинской помощи. Напомню, патрульная служба неоднократно участвовала в рейдах, где фиксировалось на камеру всё, что происходит со скорой, пока она спешит на выезд. И всякий раз мы просим участников дорожного движения – пропускайте неотложку. Возможно, она спешит на помощь кому-то из ваших близких. В конце прошлого года губернатор Тверской области вручил 16 новых автомобилей скорой помощи, из которых 5 достались Тверской станции. Мы завершаем обкатку автомобилей. Сегодня на линию выходит новая реанимация и первая детская, специализированная детская машина скорой помощи. Таких автомобилей будет 4, то есть в феврале месяце ещё 3 таких машины выйдут на линию. Это специализированный автомобиль, на который нанесена специальная цитографическая раскраска. Внутри сделано оформление для комфортного пребывания и родителей, и детей. И сегодняшнее мероприятие мы пригласили экипажи. Мы подобрали специальные экипажи водительского состава для работы на этих автомобилях. Новые автомобили вышли на линию так, как и положено, после символического перерезания ленты. Возим, строим две новые машины. А теперь всех приглашаем посмотреть на машины внутри. Отметим, нововведения в скорой дают ожидаемый результат. С начала работы единого диспетчерского центра значительно сократилось время доезда бригад неотложки на вызовы по Твери. Среднее время по Твери – 13,5 минуты. По Калининскому району чуть больше 28 минут. 25 января в парке «Текстильщик» областного центра прошел первый турнир по дворовому хоккею среди команд общества «Динамо». Погода поставила перед спортсменами свои условия – вместо шайбы мяч, вместо коньков условные валенки. Соревновались 8 команд – Росгвардия ОМОН, ветераны ФСБ, судебные приставы, МЧС, УФСИН, Федеральная служба охраны и команда одного из российских банков. Игры проходили одновременно на трех площадках по круговой системе. Каждая команда сыграла с каждой. По итогам турнира первое место в упорной борьбе завоевали банкиры. Команда Федеральной службы охраны на втором месте – бронза у судебных приставов. Состязания прошли при поддержке Совета ветеранов Управления Федеральной службы судебных приставов России по Тверской области и администрации Пролетарского района Твери. Напомним, состязания по этому виду спорта прошли среди динамовских команд впервые.